МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события. В студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. Дни Гомельской области на ВДНХ в 18-м павильоне стартовали 26 апреля. Продрятся они до 13 мая. Но сегодня день кульминации презентации региона. Здесь много почетных гостей. И среди них губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомас. Им всего 6 лет, но они уже волонтеры группы «Своим помогаем Брянск». К отправке на передовую готова новая партия самого необходимого. Об участниках этой группы расскажу я, Екатерина Зойдина. Студенты Брянского областного колледжа искусств приняли участие в акции «Нам нужна одна победа». Какую песню пели и чему она посвящена, расскажу вам я, Армен Морукян. Большой летний фестиваль «Дарение. Мы вместе» прошел в центре Советского района, в Круглом сквере. Что подарили жителям Брянска, общественные организации, учебные заведения и волонтерские движения, расскажу вам я, Алексей Есипенко. Брянская делегация во главе с губернатором Александром Богомазом приняла участие в презентации Гомельской области на главной выставке нашей страны ВДНХ. На месте событий работает наш корреспондент Александр Новиков. Дни Гомельской области на ВДНХ в 18-м павильоне стартовали 26 апреля, продлятся они до 13 мая. Но сегодня день кульминации презентации региона. Здесь много почетных гостей и среди них губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомаз. Это, конечно же, не случайно Гомельская область, наш генеральный партнер, если можно так выразиться, из всех регионов Беларуси. Наше сотрудничество многолетнее и плодотворное, как отметил председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. Кооперация Брянщины и Гомельщины наших предприятий является примером для всех регионов и Российской Федерации, и Республики Беларусь. Несомненно, сотрудничество будет крепнуть, и это определено в документе, подписанном губернатором Александром Богомазом и председателем Гомельского облсполкома Иваном Крупко. Документ этот рассчитан на три года, в нем прописан четкий план сотрудничества не только в экономической, но и в гуманитарной сферах. И в подтверждении наших теплых, дружеских отношений к дальнейшему развитию председатель Гомельского облсполкома вручил губернатору Брянской области нагрудный знак дружбы народов. Обо всем подробнее я расскажу в ближайших выпусках информационной программы «События». Александр Новиков, Дмитрий Матеров, Москва. Письма от малышей, сшитые студентами футболки, продукты, строительные инструменты и даже заживляющие мази от брянских травников. Вот такую гуманитарную помощь отправила волонтерская группа «Своим помогаем Брянск» участникам СВО к 9 мая. Эта мазь очень простая по составу, но очень эффективная. Она помогает ребятам при болях в спине, при болях в колене. В этих банках измельченный лавровый лист и топленое сало – главные ингредиенты. Ольга знает, какие мази нужны бойцам. Это не первая партия. Вот они все коробки с баночками с описанием, как пользоваться. Для заживления ран, от боли в горле, при растяжениях. Снимает боли, согревает, а также снимает укусы насекомых. Все это Ольга готовит у себя дома в этой небольшой кухне. А рядом фото сына Владиславу 21 год. В этом году он участник парада в Москве. Проходим в комнату. На столе сушатся травы. Крапива – это самое чудесное растение, которое нам дает природа. На передовую идут мази с крапивой, как рано заживляющие и кровоостанавливающие. Ну а кто не знает и не любит русскую березу, тот не знает о природе ничего. Русская березка, она укрепит, когда болеете. Она сделает сильнее и выносливее воина. Ольга с начала спецоперации помогает бойцам и не только вот такими народными рецептами. Отправляет продукты, строительные инструменты. К ней присоединились и ее друзья, позже студенты и даже детские сады. Вместе, став волонтерской группой, своим «Помогаем Брянск». Ребята получают наши подарки, нашу гуманитарную помощь с трепетом в душе. Потому что там есть детские письма, есть детские подарки, есть мази, которые мы сварили, свечи, которые изготовили. И для них это как привет от дома и как объятие мамы. Мы стараемся помогать, мы ждем своих ребят, мы верим. Время выбрало наших сыновей. И мы им помогаем. Волонтерской группе своих не бросаем Брянск. Огромное спасибо от воинов при границе Брянска. Детям детского садика богатырь и родничок за то, что они нам помогают, лишают себя некоторых сладостей и всего такого. Я очень ими горжусь. Дети, не переживайте, победа будет за нами. Вся эта благодарность и этим малышам. Они тоже юные волонтеры группы «Своим помогаем Брянск». Четыре года, пять лет, в Милане еще три. На рисунке она, мама и папа, которые сейчас на спецоперации. С начала мобилизации. Пошел служить. Девочке было полтора годика. Все это время он находится в зоне боевых действий. Каждый раз, проходя мимо солдата, говорит, что это папа. Она понимает, что он военный. И сама говорит, что хочет стать военной. Вместе с открытками вот эти коробки с продуктами, сладостями, средствами гигиены. Все это собрали родители и воспитатели 133-го детского сада «Родничок». Среди родителей есть мобилизованные, есть добровольцы. Поэтому частичку своего сердца и своей души мы отдаем в эти подарки. А здесь рисунки, открытки. Да, это очень трогательно, когда маленькой рукой по слогам ребенок пишет солдату, что мы тебя ждем. Мы с вами вместе и мы с вами рядом. Девчонки второго курса Брянского техникума, индустрии и сервиса шьют футболки, толстовки для солдат, изготавливают теплые стельки, рукавицы, шьют вот такие вещмешки. Помогают с самых первых дней спецоперации. Она очень теплая, выполнена здесь застежка, молния, на кокетке, рукава и реглан, что позволит любому мужчине, то есть здесь нет привязанности к размеру 44-46, то есть оно больше объемное. Она очень теплая, это флисовая основа, теплые, утепленные, пожалуйста, замечательные. Также футболочки, хлопчатобумажные, все обработаны. Все точно так же практически, как и на швейной фабрике, так и наши студенты выполняют изготовление данных вещей. А это еще одни юные волонтеры детского сада «Богатырь». В каждой группе вот такая коробка добра. Даже малыши приносят шоколадки для солдат. А что ты им желаешь? Что ты пишешь им? Здоровья, сестры. Чтобы они были живы. Им это помогает добром. Я рисую то, что с Днем Победы, что войны не будет. Екатерина Зодина, Сергей Севастьянов, Брянск. Сотни тонн гуманитарных грузов и десятки миллионов рублей финансовой поддержки. Все это вклад жителей Брянской области в общее дело. И работа в этом направлении продолжается. 16 мая на телеканале «Брянская губерния» состоится благотворительный телемарафон «Все для победы». Телемарафон в прямом эфире. В четверг, 16 мая, 17 часов на Брянской губернии. «Все для победы». Чья задумка? Народных избранников, депутатов областной думы и горсовета. В студии. Брянский бизнес. Директора заводов и предприятий. Почему они? Это те, кто перечисляет деньги в фонд «Во имя Отечества». Плюс истории помощи, общения с участниками СВО. Как позвонить в прямой эфир? Легко. 301-501. Расскажите о своих друзьях, соседях, родственниках, которые по-разному помогают фронту. Очень приятно готовиться для ребят. Спасибо вам большое. Победа будет за нами. Победа будет за нами. А за нами помощь тыла. Телемарафон «Все для победы». 16 мая, 17.00. Брянская губерния. ОТР. Брянск-24. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. За звание «Российское дерево года» борется брянская груша-кормилица. В Брасовском районе ремонтируют сразу два ДК. В Суземском районе приступили к борьбе с борщевиком. Брянск вошел в число городов с наибольшим прогрессом по оценке качества жизни. В Брянске открылись традиционные овощные базары. Брянские следователи привели в порядок памятник воинам-освободителям. Еще больше актуальных и интересных новостей на нашем сайте губерния.тв. Телеканал «Брянская губерния» продолжает цикл очерков о героях Великой Отечественной войны, наших земляках, подготовленной совместно с Государственным архивом Брянской области, центром документации новейшей истории. Герой очередной серии – командир объединенных партизанских отрядов и бригад, прославленный комиссар Дмитрий Млютин. Большая часть жизни героя Советского Союза связана с Брянщиной. В Государственном архиве Брянской области хранятся редкие документы и фотографии, открывающие неизвестные стороны героя. Есть уникальный ранний документ, где есть автобиография Млютина, случайно обнаружена была, и здесь он о себе пишет. Родился в семье крестьянина деревни Лбы, на Глинского района Западной области. Ребенком Дмитрий Млютин лишился отца. На Донбассе, куда выезжала семья, работал посыльным, вернулись назад, работал наемным рабочим. Служба в Красной Армии изменила жизнь будущего героя. Все это Млютин излагает в анкетах и автобиографии при поступлении в партшколу. Это был конец 30-х. В 41-м нужны были все полученные знания. В 41-м году начальник отдела при штабе Брянского фронта. С 42-го года Млютин был командиром объединенных партизанских отрядов и бригад, действующих на территории Орловской области. С 44-го уже года он служит в Орловской области безопасности. А, даже так. Поэтому так мало документов. Да, документов, к сожалению, у нас очень мало. Действовать чекисту на оккупированной территории приходилось на свой страх и риск. В воспоминаниях пример указания. Указания получила секретаря оккома. Действуйте, как подсказывает партийная совесть. Представляете, какие эти... То есть принимайте решения сами, это называется. Да, и мы действовали. В архивной папке несколько страниц, написанных ровным, стремительным почерком, с соблюдением знаков препинания и выделением особо важных моментов. Большая удача, когда знакомые и потомки друзей приносят в архив снимки или документы. Здесь все описывают и группируют в пухлые папки. Дело, номер. Недавно материалы о комиссаре Ямлютине пополнились новыми документами. Из Совета ветеранов ФСБ передали пакет об установке в Брянске бюста героя. Герой Советского Союза полковник Ямлютин Дмитрий Васильевич прежде всего является нашим коллегой. В органах государственной безопасности он начинал служить в частях особого назначения с 1929 года. И мы решили обратиться в органы власти области города с ходатайством об увековечивании памяти о Ямлютине в виде установки памятника в советском районе города Брянска. Органы власти и областные, и городские нас в этой инициативе поддержали. Обратились с этим предложением к новозыпковскому скульптору Чирок Михаилу Анатольевичу. Для этого ему предоставили фотографии, биографические данные, сведения о личных качествах Дмитрия Васильевича. Что помогло ему войти в образ Ямлютина. И в результате появился вот этот замечательный памятник. По словам дочери Ямлютина, которая присутствовала 7 мая 2013 года на церемонии открытия памятника, она отметила большое сходство отца с этим памятником. К бюсту героя сейчас приносят цветы сотрудники и ветераны ФСБ, пограничники и кремлевцы. Торжества проходят в канун Дня Победы и в День рождения героя, 7 ноября. Наталья Будник, Анатолий Чикрыгин, Алексей Рязанцев, Брянск. Поем, чтобы помнили. Именно эти слова говорили нашему корреспонденту, участнике регионального этапа Всероссийской акции «Нам нужна одна победа». Дома не было никакого музыкального инструмента, просто я сама ходила, пела, разные мелодии напевала, слушала что-то и так получилось. Светлана – будущий хоровой дирижер. Говорит, по профессиональным меркам поздно начала заниматься музыкой. Я и дома пела, я везде, где только можно пела и всегда была в музыке. И слушала музыку постоянно, и даже руками дирижировала, что называется. Поэтому мама поняла, что нужно отдавать музыкальную школу. Волнение перед выступлением. Время еще раз обсудить детали. В канун Дня Победы Светлана вместе со своими одногруппниками и преподавателями дают старт региональному этапу Всероссийской акции «Нам нужна одна победа». Выбор пал на знаменитую песню «Десятый наш десантный батальон». Горит и кружится планета над нашей Родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Эта песня выбрана неспроста. В этом году, как раз 9 мая, столетие со дня рождения Булата Акуджавы, автора этих известных строк. Вначале были проблемы с тональностями. То есть кому-то высоко, кому-то низко. И, опять же, повторюсь, гениальный хармейстер. Все ей пришлось переписывать. То есть у нас запланирована была репетиция еще в пятницу. Но мы все на нее пришли. Хармейстер держится за голову. Все, надо переписывать. Все вручную, все сама, с нашей студенткой. Все писали. И потом, только получается, когда она уже все написала, говорит, я еще не факт, что это финальная версия, поэтому давайте пробовать. И все-таки оказалась финальная версия. Место встречи для исполнения назначили памятник танкистам в Фокинском районе. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения в рочь уходят в ночь, как тень. Десятый наш десантный бакальон. Десятый наш десантный бакальон. Мы пели для того, чтобы люди помнили и знали этот праздник, чтобы чтили память, чтобы помнили эти великолепные песни, которые звучат сто лет, звучат очень много лет, и они популярны до сих пор. То есть мы о них помним. Под руководством хормейстера Ирины Орловой в едином порыве песню исполнили почти 30 ребят. Армен Марукян, Кирилл Пухляков, Брянск. К 107-летию первого выпуска в старейшей газете нашей области запустили новый проект. Теперь вместе с брянским рабочим будет выходить брянский спортсмен. Несколько печатных страниц номера будут посвящены спортивной жизни региона. В нашей редакции есть подшипки за разные годы. И так, чтобы ветеранам было интересно, нашим спортсменам знаменитым. И здесь можно полистать. Полистать газету и найти публикацию про своих знакомых. Это настоящий праздник. Вырезки, а где-то и подшивки до сих пор хранят в семьях. Так оставит на долгую память первый выпуск брянского спортсмена в брянском рабочем Елена Бабичева. Здесь ее интервью после награждения на чемпионате Европы, где у нашей спортсменки серебро. Конечно, это очень приятно, когда открываешь газету, видишь там себя, потому что у меня все родственники постоянно покупают, смотрят и хранят. Четыре полосы о спорте, а на 12 другие новости. Так теперь выходит еженедельная газета. Спортсмены такие перемены поддерживают. Я думаю, это правильно. Спорт – это целая отрасль. Начинают набирать обороты многие виды спорта. Было упадок. Сейчас динамика положительная. И большое спасибо руководству области. Я слежу за этим. Поддержать такое начинание старейшего издания области пришли руководители региональных спортивных федераций, тренеры, именитые спортсмены и подающие надежды. И, конечно, люди, которые делают сегодняшнюю газету. Для нас брянский рабочий – это учитель, это кумир, которому мы буквально поклоняемся. А брянский спортсмен – это наше будущее. Есть, наверное, что-то такой фундамент, основа, на котором мы сейчас стоим прочно. А брянский спортсмен – это то, ради чего мы будем жить. В подарок гости получили газету с новой вкладкой. Ветеранам спорта редакция подарила подписки на брянский рабочий. Наталья Будник, Алексей Рязанцев, Брянск. Брянская певица Иванка порадовала поклонников новой песней «Привет, молодежь» записана в сотрудничестве с молодыми вокалистами. Репетиция перед премьерой. Новая песня Иванки «Привет, молодежь» вживую в студии «Три-два радио». Пусть звучит наша песня над небесами, Славься, родная земля, И мы все сможем, успеем, Следуй за нами, Привет, молодежь, Здравствуй, страна! Песня называется «Привет, молодежь» и посвящена, конечно же, нашей прекрасной, талантливой молодежи Брянской области. И, конечно же, при поддержке департамента внутренней политики, инициативе, и совместному творчеству в проекте приняли участие, конечно же, таланты нашей брянской земли. И не просто талантливая молодежь, а победители и участники Всероссийской студенческой весны. Так сложилось, что я являюсь уже неоднократно и членом жюри студенческой весны, и областной, и в вузах. И, соответственно, уже сложились прекрасные творческие отношения с молодыми талантами. И, соответственно, мы знаем друг друга, мы общаемся. И, соответственно, процессом такого подбора людей, которые близки мне по духу, вокально близки, по энергетике, мы вот объединились, я вышла с предложением, конечно же, и слава Богу, мы получили поддержку, и получилась прекрасная песня. Дмитрий Газин, Анатолий Чекрыгин, Брянск. В Брянске уже во второй раз прошел региональный фестиваль «Дарение. Мы вместе». Волонтерские площадки развернулись на дорожках сквера Карла Маркса. Свои знания и умения в деле добровольческой помощи демонстрировали студенты и общественники. Ребята из «Движения первых» решили начать с истории, которую неплохо было бы и повторить истории лет оккупации Брянской области в годы Великой Отечественной. В каждом районе была организована тюрьма гестапо. Люди, попадавшие туда, подвергались пыткам и насилию. Населенные пункты сжигали, а мирное население расстреливали или угоняли немецкое рабство. Среди нескольких площадок одну в «Движении первых» посвятили презентации новых настольных игр. Тут мы представляем зону с настольными играми, очень интересными, которые делаются в России. Цель игры – запустить свою фишку так, чтобы она достигла вот этого круга и попасть в самый центр. Вот выиграет тот, у кого фишек наберется больше. Но много желающих научиться такой игре? На самом деле правила достаточно простые, желающих, да, довольно много. Желающим не хватало времени опробовать все представленные на фестивале возможности. Дорожки круглого сквера уставлены десятками стендов волонтерских и образовательных учреждений Брянска. Волонтерские организации, бизнес, студенческое сообщество объединяются для того, чтобы обмениваться взаимными товарами, услугами. Кто-то может предложить обучение английскому языку, кто-то может предложить прикладной мастер-класс, кто-то вот ребята сегодня у нас из техникума заплетают косички, делают прически, рисуют аквагрим. А вот про здоровье уже традиционно напомнили студенты-волонтеры Брянского медико-социального техникума. Пришли рассказать о измерении давления, проведении СЛР и наложении жгута при артериальных и венозных кровосечениях и рассказать о профилактике спин. Как восстановить силы после болезни? Как правильно реабилитировать здоровье после травмы? Ответы на все вопросы можно было узнать на площадке Брянского реабилитационного центра. Ролики – это «Древмасс». Мы поучаствовали в конкурсе и выиграли его. Сейчас покажем. Это массажер для спины из дерева. Собственными руками вот так вот ложимся. Вот. Расслабляем спину. Думаем только о хорошем. Улыбка. Расслабился и пошел. Вот такие движения. Также мы угощаем добрым чаем из собранных собственными руками трав. Мы впервые участвуем в таком фестивале. Мы хотим донести и показать, что мы можем, как мы на себе показываем, рассказываем, доносим до зрителя, где мы и почему должны прийти к нам на реабилитацию люди с поражением опорно-двигательного аппарата. На стенде брянского «Швейбата-32» целый десант активных добровольцев. Швеи и те, кто желает хоть чем-то помочь российским солдатам. Собираем личные средства и изготавливаем все своими руками. У нас не профессиональные швеи, но благодаря нашим помощникам у нас есть люди, которые нас обучили, дали нам профессиональное оборудование и помогают нам с приобретением материалов. Кто не умеет шить, например, можно вязать носочки. Женщины с заботой передают это все для солдат. Им очень приятно получать посылки из дома. Девчата не просто отсылают нужные вещи в действующие войска. Есть и обратная связь. Все пожелания по улучшению посылок из дома учитываются. Делаем свои выкройки, шьем такое же, что им требуется. Что-то переделываем, добавляем, модифицируем эти аптечки без конца, потому что поступают от них информации. Вот хотелось бы это, хотелось бы это, и мы удовлетворяем их требования. На фестивале «Дарение мы вместе» не забыли про трудности пожилых жителей региона. В Брянской области внедряется мировая практика использования сигнальных систем для поиска людей с нарушением памяти. Опять же, бесплатно раздавали спецмаячки с информацией для поиска пропавшего родственника. При обнаружении такого человека на улице обычный прохожий может подойти к нам и поинтересоваться, не нужна ли ему помощь. Запомнить цифровой код, который указан на данной наклейке и позвонить по номеру горячей линии, который на ней указан. Фестиваль «Дарение мы вместе» акция «Всероссийская». В Брянской области она проводится уже второй год подряд. Все, кто здесь присутствует и не только здесь, могут подать заявку на международную премию «Мы вместе». Это может быть как ваш поступок или поступок вашего знакомого. Также это НКО, бизнес и другие сообщества, которые занимаются добровольчеством. Осенью все поданные заявки по добровольческому движению будут собраны и обработаны в Москве, а 5 декабря самым выдающимся волонтерам президент России вручит премию признания их заслуг. Алексей Есипенко, Виктор Левченков, Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи.